В прямом эфире у нас в гостях Иван Хлобыстин. Иван, я вот прочитала твое открытое письмо патриарху московскому эфсиару Си Кириллу. Письмо для наших зрителей, скажу, касалось всего, что связано с Пусси Райет. Ты писала о том, что нужно их освободить, потому что из них делают символов свободы и борьбы, и это неправильно и так далее. Но не это заинтересовало меня в этом письме, тем более, что это было давно. Меня заинтересовала одна твоя фраза. Я с письмом где-то соглашаюсь, где-то нет, но с одной фразой я подписываюсь под ней абсолютно. Пишешь ты следующее, цитирую. «Демоны сейчас активнее, чем когда-либо. Зверь на подходе». Вот с этим невозможно не согласиться. Вопрос в том, что кто такие демоны, вот здесь могут быть расхождения. Как определить границу демонизма? Как определить этих демонов? По каким признакам ты понимаешь, что перед тобой демон? «Духи злобы поднебесные действуют через людей, направляя их в неправильном движении». Ну, либо путая. Давай без демагиальной вот этой всей, я тебя очень прошу. Но я не понимаю, я глупая, я таких не поминаю. Вот это все приходит ниоткуда и уходит в никуда. Объясни мне вот простым языком. Вот как определить, что перед тобой демон? Ну, простым языком, как определить перед тобой демон? Я невольно полезу в демонологию. Нет, ну подожди, вот перед тобой простой человек пришел к тебе как к священник. Демон ко мне не придется. Хочет понять, нет, человек к тебе пришел, хочет понять. Вот я, Ксения Собчак, хочу определиться передо мной, демон или нет. Как мне это понять? По каким признакам? Он будет тебе желать зла. Ты как зверь, ну, существо человеческое, оно обладает еще интуицией. Как демон же он соблазняет, как змеи соблазнял Еву. Он не желает зла, иначе, когда человек знает, что ему желают зла, он не пойдет к этому демону. Нет, нет, демон может быть хитер. Демон всегда соблазнителен. Демон может быть хитер, определить его невозможно. Для этого и нужна вот эта линия наставничества и взаимнообмена информации. Подожди, вот ты сейчас очень хитер и, прости, врешь периодически. Но при этом я не считаю, что ты демон. Но как это вот объяснить, где эта грань? Вспомни Евангелие от Матвея. Соблазн должен прийти в этот мир, но грех тому, через кого он приходит. Как понять? Я думаю. Этому нельзя дать инструкции. Нет, ну вот сидит человек перед телевизором. Он прочитал твое письмо. Демоны сейчас активнее, чем когда-либо. Он согласен. Вот как ему понять? Член Единой России демон? Или, может, Навальный демон? Охлобыстин демон? Или, не знаю, кто-то еще? Как понять? Это метафора. Это метафора. У нас государство... То есть, подожди, это метафора? Демонов нет? В том числе нет. Демоны есть. Но если сейчас мы начнем их обсуждать, мы погрузим с тобой такую применительную демонологию, включая там до чина отчитки, требники жизни. Зло всегда, во все времена, во всех библейских историях, оно изворотливо, хитро. Зло обманывает человека, заманивает, соблазняет. В этом и есть структура этого зла. Иначе оно бы не было притягательное, и оно бы не побеждало. Как понять, где зло, а где борьба за правду? Если человек церковный, если он относится к традициям... Нет, он простой человек. Вот я пришла к тебе, я правда, меня интересует этот вопрос. Ты пришла, и ты хочешь понять, что? Я хочу понять, как определить, где борьба за правду, а где манипуляция общественным мнением. Где настоящее зло, а где правда, и где то, за что искренне можно жизнь положить, чтобы бороться. В силу убеждений ты должна проанализировать происходящее, и я думаю, что... Нет, ну подожди, давай конкретные примеры. Вот я иду честно на Болотную площадь, потому что я знаю, что, наверное, в своей ситуации, там бы был мой отец, я знаю, что я иду за какие-то вещи, которые для меня важны. А потом, спустя много месяцев, я начинаю думать, слушай, а может быть, правда, есть какие-то коварные деньги Госдепа? Может быть, правда, мной в том числе манипулируют, и моим сознанием манипулируют? Я знаю, что я не брала эти деньги, я знаю, что я не американский шпион, но я же не могу знать на 100%, что мною, как и тысячами остальных людей, не манипулируют. Может быть, это зло, может быть, это соблазн, а может быть, зло, это те люди, которые сидят в Думе и принимают такие решения, и которые внушают мне эти мысли, и мои сомнения, что есть шпионы Госдепа. Может быть, вот это настоящее зло? Как определить? Я начинаю теряться, я не понимаю, кому верить, тем, ну, вот кому? Вот конкретная ситуация, как понять здесь? Я пришел на Болотную, я перед этим всем членам нашей организации не рекомендовал идти на Болотную, ни на какие мероприятия, во-первых, зимой не воюют, во-вторых, многие не понимают, что такое такая подвижная деятельность, но я пришел, чтобы засвидетельствоваться, что не страх останавливает нас, а абсурд, что все знают, как не надо, но никто не предлагает, как надо, это неконструктивно. Я сейчас не об этом спрашиваю. Я веду вот от Болотной, как и ты от Болотной, пытаюсь привести по... Но я тоже сомневаюсь. Я пришел туда, но в некотором смысле я даже поддержал, создал информационный повод для тех людей, с которыми не согласен. Считаю ли я их плохими людьми? Да, наверное, нет. Нет, большинство нет. Какие-то люди, я знаю, делают себе политическое имя, какие-то деньги. Кто-то, как в твоем случае, горячное сердце ведет, значит, и желание всеобщей справедливости. Вот я никогда не сомневался в этом, при том, что я не разделяю твоих убеждений в том, что ты искренне. Вот кто-то... Там очень собранная солянка. Но по общей тенденции это очень... Мне придется сейчас погрузиться на дно конспирологии, если вот так серьезно отвечать. В ином случае я никакой базы не могу предъявить. Но вот внутренней органикой я чувствую, что нужно обществу, а что не нужно. Вот сейчас эти кипиши не нужны обществу. По многим довольно хозяйственным деловым размышлениям. Даже не буду спорить не об этом разговор. Как понять, где правда? Как понять, когда человек искренен? Все время находиться в анализе. Как определить, кто те демоны, о которых ты говоришь? Все время. Я не думаю, что это можно понять. Ну подожди, вот смотри, сейчас же в чем еще глобальный раскол общества? Что одни говорят, что демоны вот они, вот демоны они там сидят. А те, кто сидит там, говорят, демоны-то вот они. Вы просто ничего не понимаете. Это они так вот хитрят и изворачиваются. Как... Как... И не может быть демонами. А что во благо святой церкви, то хорошо, то не может быть демонами. То есть, понимаешь, мы вынуждены сегментировать. Хорошо. Ваня, ну камон, про империю давай. Не хочу про империю, потому что опять начинается вот это все. Ну это же бред очевидный. Ну что опять... Ну какая империя? В Америке, ну либералы, да. Что бы было в Америке? Пригнали бы вертолет с останковым пулеметом. Первый выбитый зуб. Вот сейчас там Фергюсона поубивали уж сколько. Но все равно с полицией так не особо поддавили там это. А вот сейчас все политологи, наши экономисты, военные аналитики говорят о том, что примерно такая же ситуация складывается в России. У нас есть пулемет, у нас есть. У нас должна быть оранжевая революция. Ну я надеюсь, что... Как вы думаете, что может произойти? У нас в Москве, если голодные люди, выйдут на улицу, уволены из завода, паблик, что... Каким образом вы реагируете наши? С фабрики не выйдут. Могут правильно понимать, кто выйдет. Выйдут маркетологи, которым сейчас маркетология какая в санкциях. Выйдут пусто обученные, но много людей обманутые. И куда они гнев свой будут направлять? При чем здесь Путин? Мы отдали долги. Есть масса показателей, по которым не может быть претензий к ныне действующей власти. А могут быть претензии к архивическим кругам, к общей неурядице. Но все можно сделать своими руками. Нам кипиш вообще не нужен. Я надеюсь, что найдется тот вертолет, тот пулемет. Есть пределы. Когда князь Владимир крестился, он в христианской, в неофитской жаре, что ли, волнении, он отменил смертную казнь. И начались грабежи на дорогах. Начался хаос. И к нему пришли несколько митрополитов и сказали, уважаемый князь Владимир, мы тоже христиане, мы архивеи, надо вернуть смертную казнь. Потому что это ужас какой-то, что творится. Люди не понимают. У меня более кровавое, чем слабое. Ну вот так получается. Да, торговая часть.